Многоплодную беременность, когда женщина ожидает не одного малыша, а больше, не зря называют беременностью повышенного риска. Шанс стать мамой сразу двоих или троих малышей впадает далеко немногим женщинам. По статистике это случается всего в 2% случаев. Чаще всего дело заканчивается рождением двойни, реже тройни, еще реже четырех и пяти детей. Надо сказать, что естественные роды в такой ситуации не редкость. Женщины, у которых нет проблем со здоровьем, чья беременность проходит без осложнений, они порой бывают связаны с тем, что в матке развивается сразу два малыша, а в процессе их появления на свет не возникает сбоев, рожают именно так. И все же от врача, который следит за появлением двойни, такие роды потребуют особого внимания. Благополучный и совсем нередкий сценарий развития событий выглядит так. Роды начинаются на 38 неделе беременности, шейка матки будущей мамы вовремя раскрывается, затем вскрывается плодный пузырь первого малыша сам по себе или в случае необходимости врачом, и он рождается. Следом наступает пауза в 5-20 минут, после чего матка начинает сокращаться, чтобы уменьшиться в размере и обхватить второго ребенка. Затем схватки начинаются снова, вскрывается плодный пузырь второго малыша, и вскоре он появляется на свет. Заключается процесс появления одного или двух последов плацент и плодных оболочек. Но организм женщины не всегда готов к тем нагрузкам, которые предстоят ей в ожидании близнецов. Поводом для того, чтобы направить будущую маму на операцию могут стать несколько событий. Во-первых, рождение двойняшек иногда начинается намного раньше срока, и в ситуации естественных родов таким малышам придется очень трудно. К тому же они могут серьезно затянуться, ведь воды у будущей мамы отходят еще до начала схваток, и плодный пузырь первого малыша уже не давит на шейку матки, замедляя тем самым ее раскрытие. Во-вторых, схватки у женщины могут быть слишком слабыми, ведь в этот момент сокращается только та часть матки, на которой нет плаценты. В случае с двойняшками их может быть две, и рабочая поверхность матки становится меньше. Усилий этой половины для дальнейшего развития родов может оказаться недостаточно, и врачи заговорят о слабости родовой деятельности. В-третьих, малыши могут расположиться в матке мамы не лучшим образом. Например, валетом первый ребенок садится на попку, а второй ложится вниз головой. В этом случае обычные роды могут быть небезопасны для детей. Есть риск, что они опустятся в таз мамы одновременно и зацепятся друг за друга головками. В-четвертых, ситуация, в которой у них будет общеплодный пузырь, тоже осложнит процесс рождения. Тогда пуповины малышей могут перепутаться. И, наконец, в-пятых, если матка будущей мамы будет сокращаться и той своей частью, которой крепится плацента, у женщины может начаться кровотечение. Чтобы избежать проблем во время родов, их обсуждают заранее, на 34-й неделе беременности. Надо сказать, что к числу трудностей, которые могут повлиять на процесс рождения, относятся и проблемы со здоровьем будущих мам. Доказано, что в ожидании двойняшек и тройняшек плацента стареет раньше. Видимо, поэтому такие малыши не дожидаются сроков 40 недель. В определенный момент им перестает хватать кислорода и питательных веществ. Большая часть современных двойняшек появляется после лечения бесплодия стимулирующими яичники препаратами. Чаще всего нарушения, которые мешали женщинам забеременеть, сказываются и на том, как протекают роды. Этим объясняется довольно высокий процент парных рождений при помощи кесарево-сечения. Он составляет 70-75%. Двоим малышам нужно вдвое больше полезных веществ, и их может не хватать. Если по данным исследований окажется, что состояние детей не в норме, естественные роды будут для них слишком серьезным испытанием. То же касается случаев, когда за время беременности малыши чересчур сильно растянули мышцы маминой матки, и те не справляются с нагрузкой во время родов. Вот почему, появление близнецов на свет часто занимает много времени. Иногда сложности возникают из-за положения малышей в матке, тогда врачи могут направить женщину на операцию. Такое направление, например, получат будущие мамы, чей первый малыш расположится поперек. И плацента, и плодный пузырь у малышей могут быть как общими, так и отдельными. Чтобы дать начало двум новым жизням после зачатия, яйцеклетка делится пополам. Если это происходит в первые три дня после оплодотворения, каждый из малышей растет в отдельном плодном пузыре и соединяется с мамой собственной плацентой. Если деление наступает позже, между четвертым и восьмым днями, дети растут с общей плацентой, но в разных пузырях. А когда это событие откладывается до десятого дня, малышам приходится делить друг с другом и плаценту, и плодный пузырь. Это самый непростой вариант. Все эти особенности влияют на развитие родов, и акушеры обязательно их учитывают. Меньше всего хлопот во время родов доставляют специалистам двуяйцевые близнецы, у которых две плаценты и два плодных пузыря. Истинные близнецы происходят от одной яйцеклетки, оплодотворенной одной сперматозоидом. У них одинаковый набор генов, они одного пола и похожи, как две капли воды. Такие двойни появляются в 25% случаев, остальные 75% – близнецы мнимые. Их появление связано с выходом из яичников не одной, а двух яйцеклеток, каждую из них оплодотворяет свой сперматозоид. Они могут быть разного пола и вовсе не походить друг на друга. В 50% случаев у мам двойняшек слишком рано отходят воды, и тогда приходится начинать роды, не дожидаясь положенного срока. В этом случае врачи будут действовать по ситуации. Если с мамой и малышами все в порядке, они попробуют помочь женщине родить самой. Иногда врачи ускоряют начало родов с помощью препаратов, а иногда дожидаются, когда этот процесс начнется сам собой. Но в случае осложнений у мамы или близнецов врачи делают кесарево сечение. Как только первый ребенок рождается, у второго появляется больше места, при этом возникает риск, что малыш ляжет косо или поперек, и ему будет трудно продвигаться вперед. Врач, принимающий роды, а точнее его помощник, постарается удержать второго близнеца вертикально. Для этого он слегка придерживает с обеих сторон живот будущей мамы, не позволяя ребенку вести себя слишком активно. После родов процесс восстановления мамы-близняшек пойдет точно так же, как и у мам малышей-одиночек. Но вполне вероятно, что живот будет уходить дольше, ведь он и вырастет сильнее.